Касаемо родовых туров, так называемых, и этой жуткой и неприятной истории, которая с узбекской женщиной произошла во Владивостоке, ее якобы выгнали из роддома, потому что она и не гражданка, и заплатить не может, то ничего мы здесь поделать не сможем, если мы хотим называться и оставаться цивилизованной страной. Больше даже, наверное, стать ею, чем быть. По той простой причине, что не могут граждане цивилизованной страны вот так вот равнодушно проходить мимо медиков, которые отказывают в помощи, в неотложной помощи роженице или человеку с ножом в боку только на том основании, что у него либо нет денег, либо нет гражданства. В любом случае надо помогать, если мы хотим оставаться людьми. У нас нет другого выхода, и я представляю себе, какой хай и какой скандал поднялся бы в западной прессе, допустим, если бы человеку отказали в критически важной для жизни ситуации врачи. Это невозможно себе представить. К сожалению, это произошло у нас. Правда, есть сведения о том, что потом ее все-таки приняли. Там разные версии этого события я слышал, и эти версии как бы немножко обеляют и приподнимают наших врачей в нашу страну, потому что помощь все-таки отказали, и потому что она вроде бы как и сама ушла, а потом вернулась. Но хотелось бы отметить, что, отметить и повториться, что если мы хотим быть цивилизованной страной, то нам придется платить из своего кармана за тех, кому надо помочь.